Попечительский совет Попечительский совет Попечительский совет Попечительский совет И робототехника, работа в части материалов, археология, нефтегазовые вопросы, они поставлены на очень высокий уровень. Поэтому мы аплодисментами давайте Ильшата Абхарчича заранее за то, что он сделал поздравим, а потом его послушаем. А реально, реально очень многое сделано за короткое время, и это, я считаю, что огромный труд, и этот труд нельзя не видеть. Ильшата Абхарчича, пожалуйста, доложить по повестке дня, и какие вопросы у кого будут возникать, вы можете задать эти вопросы. Спасибо большое, Руслан Маргаревич, и за добрые слова. Спасибо большое уважаемым коллегам, членам попечительского завета, за то, что мы с вами сегодня находимся в этом зале. Прежде чем перейти к основной теме нашего сегодняшнего заседания, позвольте мне вкратце доложить об исполнении ваших поручений, уважаемый Руслан Маргаревич, данным по итогам нашего заседания 21 декабря прошлого года. Должен сказать, что большинство поручений на сегодняшний день выполнено в срок, поэтому остановлюсь лишь на тех пунктах, которые сложны или не сделаны до конца. Относительно передачи собственности университета и имущества Казанского военного госпиталя, скажу, что в адрес учредителя Миноборнауки России были своевременно направлены пакеты документов для согласования вопроса закрепления здания госпиталя за университетом. После получения согласия учредители документы будут направлены в террорган. Я думаю, здесь присутствующие члены нашего попсовета окажут нам определенное содействие в ускорении этого процесса. Также 11 марта был создан Координационный совет по медицинскому образованию и медицинской науке при Казанском университете. Одновременно был согласован и утвержден его состав. С ним вы можете, уважаемые коллеги, познакомиться в раздаточном материале. Есть, возглавляет этот Координационный совет министра здравоохранения республики Аделина Сюсвафина и ваш покорный слуга. По вопросу реконструкции здания хирургического отделения, это бывшее БСМП-6, скажу, что он пока решен не до конца. К настоящему моменту университет передал в ТАТ Инвест граждан проект и главному инвестиционному строительному управлению медико-технические задания по БСМП. Проектными организациями ведется работа по разработке концепт проекта с его привязкой к существующим площадкам. Были ряд получений даны кабинету министров, значит, ввести изменения в постановление правительства республики Татарстан. Это несущественные изменения, там просто надо слова БСМП, то есть больница РКБ-2 и переименовательная медицинская часть КФУ. Особые слова благодарности хотелось бы высказать вам, Рустам Наргалевич, Министерство строительства республики, мэрии города Казани, завод в эксплуатации инфраструктурного объекта КФУ по программе Фарма-2020. Я почему обращаю ваше внимание на этом, поскольку мы буквально до конца года за три дня подписали все необходимые акты. В противном случае университет был бы лишен на три года участия в федеральных целевых программах. В настоящее время мы тесно работаем с потенциальными инвесторами, а также с Министерством образования Российской Федерации относительно оснащения данного оборудования. Напомню, что цена вопроса составляет более 4 миллионов евро. Скажу также, что мы с Миноборнауки отработали правовой механизм по функционированию этого объекта. На этом мой краткий отчет о выполнении ваших поручений. Руслан Наргалевич закончен, готов ответить на вопросы. Если же вопросов по сказанному нет, прошу разрешить перейти к основному вопросу. Есть какие-то вопросы, коллеги? Там что нужно было сделать? Там постановление правительства, поменять слова РКБ-2 на медсанчасть. Вы давали поручение убыстрить или ускорить процесс передачи нам военного госпиталя объектов. Процесс идет. Смена руководства, Росимущество, если приостановил, я думаю, нам помогут. Попадкина, она ближе к Москве и поручим. Остальные все вопросы... По постановлению Асхат Ахмедович Ренатовна, давайте внесите быстро поправки. А что по институту там надо сделать? По институту фундаментальной медицины, там все вопросы решены? Нет, по проектному институту. А по проектному институту, это вот помните, мы заходили с вами в больницу скорой помощи, мы все документы этих заданий дали. Там работа идет, но пока еще не закончена работа, я об этом говорю. Там проект должны были по его реконструкции. У нас с Минстрою никого нет? Фролов Руслан Галич. Фролов здесь. Фролов. А вы где? Здесь. Работа идет, Руслан Галич. Возьмем на контроль. Давай запишем и возьмите на контроль, пожалуйста. Потому что без сметы мы даже деньги искать не можем. Могу перейти к основному вопросу? Уважаемые коллеги, разрешите представить вам концепцию развития инженерного образования в нашем университете в контексте вызовов в развитии современных технологий. Прежде всего, давайте договоримся, что мы будем понимать под инженерией. Сегодня академические круги ведущих мировых держав пытаются ответить на вопрос, а каким должен быть инженер будущего? Проводятся международные конференции, публикуются множество статей в поисках ответа на этот вопрос. Казанский университет не может быть в стороне от этого процесса, и мы сегодня представляем свое видение, свое понимание и будем благодарны за все критические замечания. Изучив разные определения, мы считаем, что под инженерией необходимо понимать, прежде всего, область деятельности, направленную на практическое использование научных, экономических, социальных и практических знаний, нацеленную на материальный результат, необходимый для государства, бизнеса и общества в целом. Важно иметь в виду, что слово «материальный» здесь приведено тоже в широком смысле, речь не только о традиционном понимании инженерии, которая имеется в области машиностроения, энергетики и так далее, но и о таких видах инженерии, как педагогической инженерии, социальной инженерии, медицинской инженерии, программной инженерии и так далее. Их продукт, конечно, не совсем материален в привычном смысле, но результат все равно конкретный и видимый. В современном инженерии сейчас следует выделять как минимум два типа, которые можно условно назвать классической инженерии и инженерии будущего. Классическая инженерия включает в себя привычные отрасли машиностроения, энергетику, металлургии, приборостроения, производства, строительства, программирования. Даже современная робототехника отчасти уже относится к классической инженерии, особенно робототехника, касающаяся промышленной части. Данный вид инженерии испытал влияние, конечно, современных технологий глобализации и других трендов, что привело к тому, что сейчас необходимо создавать не просто сам объект, но и связанный с ним окружение. Например, при производстве автомобиля, как мы все хорошо знаем, должны также создаваться сервисные и дилерские центры для его обслуживания. Это, как я уже сказал, для нас стало обычным сегодня явлением. Короткий жизненный цикл объекта и его производства – еще один аспект, еще один вызов. На слайде приведены изделия, которые были актуальны совсем недавно, но сейчас безвозвратно устарели. Наши дети и внуки уже не знают о них. В связи с этим успешные компании продумывают производство так, чтобы его легко можно было модернизировать. Поэтому мы сегодня говорим не о конвейерных технологиях, а о гибких производственных линиях, что было представлено, Рустам Наргорович, вашему вниманию, и в набережных Челнах, когда мы открывали с вами инжиниринговый центр. И сегодня один из первых объектов посещения также был как раз посвящен этому. Стала важна поддержка полного жизненного цикла. Один из примеров – это вновь производство автомобиля, а другой – технология атомных электростанций, куда по факту входит добыча сырья, производство топлива, самопроизводство энергии на атомных АЭС, а также утилизация отходов ядерного топлива. Аналогично можно говорить и о нефтяной теме – от добычи, подготовки, транспортировки, переработки и продажи продуктов. Весь цикл – это объект инженерии, от скважины до заправки, тем более, что сегодня очень часто это область деятельности одной вертикально интегрированной компании. Для инженерного объекта стали обязательными такие характеристики, как привлекательный вид, эргономичность, экологичность, экономическая эффективность и другие. Хорошим примером, иллюстрирующим требования к экологичности и экономической нефтедобыче, является так называемая 3D-технология, развиваемая нашим университетом в рамках программы поддержки конкурентоспособности, так называемой программой 5 ТОП-100, совместно стать нефтью. Важным аспектом современной инженерии является глобальная кооперация между компаниями, без которой невозможно представить ни один сложный инженерный объект. Например, самолет Boeing 787 является результатом кооперации 50 предприятий на территории 11 стран. Как вы могли видеть, во время обхода мы также стремимся придерживаться такого подхода и работать в тесной кооперации с различными компаниями. Обратимся к инженерии будущего, где конструирование диктует требования на создание новых технологий и материалов, которые пока не существуют и не синтезированы. Это отличает ее от классической инженерии, в которой технологии сами определяют конструирование. Грубо говоря, делаем из того, что есть. Пример подобных отраслей – это новые наноматериалы, аддитивные технологии, которые также были представлены на нашей площадке. Если говорить об аддитивных технологиях, то на сегодняшний день в нашей стране даже регламента нет использования их в производстве. Инженерия будущего характеризует отсутствие проработанных предметной области и устоявшейся системы знаний. Поэтому инженер будущего должен иметь компетенцию освоения новой предметной области. То есть должен обладать аналитическими и исследовательскими навыками, а также опытом междисциплинарной работы. Я здесь употребляю наклонение в будущем, что он должен делать, ибо именно мы сегодня внедряем ряд образовательных программ, которые будут соответствовать этим требованиям. Должен сказать, что ярко проявляется инженерия будущего, серых, как создание искусственного интеллекта, разработки и внедрения передовых технологий биинженерии. Мы, как Казанский университет, ориентируемся на так называемую красную зону биинженерии, связанную с созданием и внедрением в медицине искусственных органов, биоимплантантов и так далее. Повторимся опять об аддитивных технологиях. Проявляются совершенно новые области. Это педагогические инженерии, социальные инженерии и другие. Что в этом плане делается сегодня у нас? Немного истории. Сегодня инженерное образование у нас прежде всего связывает с техническими и технологическими вузами. Казани – это КАИ-КАХТЭ энергетический институт строительный. Однако, заметим, что с момента основания Казанский университет занимался фундаментальными исследованиями, ставшими впоследствии основой ряда инженерных направлений. В период советской индустриализации наш университет стал базой создания технических и вообще профильных вузов Казани. Здесь можно провести параллель с тем, как в свое время от Казанского университета отделились медицинские и педагогические институты. Что мы получили? По сути, выхолостили всю прикладную часть исследований, разорвали теоретические разработки и их практические воплощения. Классический университет стал невостребованным с точки зрения индустрии и бизнеса. Сошли на нет большие научные открытия. Яркий пример – это открытие явления магнитного резонанса, результатами которой воспользовались далеко за пределами нашей страны. И сегодня мы это оборудование покупаем по достаточно большой цене. Сегодня же мы находимся на этапе возвращения в ЛОНа университета утраченных позиций. Как вы знаете, после 2010 года восстановлено медицинское образование во вновь созданном Институте фундаментальной медицины и биологии. И присоединение в конце прошлого года клиники сделало наш университет уникальным университетом в масштабах Российской Федерации. Нам удалось создать сразу две системы высшего педагогического образования на основе потенциала двух педагогических институтов. И 19 мая будет международная конференция, Рустам Наргалевич, где заявили интерес 12 руководителей различного уровня редакции, которые сегодня являются общепризнанными в этой области в мире. Значит, сейчас похожая модель будет внедряться в университете и для инженерного образования. До 2010 года классическая подготовка инженеров в Казанском федеральном университете, точнее в Казанском государственном тогда университете, носила по сути фрагментарный характер. Началом системного классического инженерного образования можно считать 2012 год, когда был создан Набережно-Челнынский институт КФО, который начал подготовку специалистов по заказу и соответствии с требованиями промышленных предприятий. В частности, многие руководители КАМАЗа сегодня возглавляют соответствующие кафедры и лаборатории. Сегодня КФО на базе казанских подразделений мы создаем распределенную систему подготовки инженеров будущего. Соответствующие образовательные программы реализуются в базовых предметных институтах университета. Допустим, вот то, что вы видели по радиоэлектронике, по робототехнике, базируется в институте физики, высшей школы информационных технологий и так далее. Технологии, связанные с созданием нового типа катализаторов на базе института химии. То место, где мы сегодня с вами, уважаемые коллеги, находимся, это только своеобразный инженерный хаб, то есть высшая ступень, когда делаются уже прототипы. Так, нами поставлена задача опережающей подготовки инженеров. На этом и в следующих слайдах представлены основные параметры наших инженерных программ. Рассмотрим теперь актуальные заботневные вопросы инженерной подготовки. Какие компании сегодня реально заинтересованы в качестве инженерного образования и в каких именно инженерах? Кроме того, в связи с упомянутыми двумя типами инженерии, открытым остается вопрос о том, что же должен делать инженер, что он должен, в принципе, уметь на выходе из вуза. Экспортное сообщество в области рынка инженеров сейчас выделяет следующие три типа инженеров, востребованных на отечественном рынке. Первый и самый распространенный тип – классические инженеры-технологи, работающие на существующих промышленных предприятиях, осуществляющих классическую инженерную производственную деятельность. Нужные компетенции даются общим инженерным образованием соответствующих технических или технологических вузов. В нашем случае это в основном набережные Челныцкий, наш институт. Ко второму типу относят инженеров не только владеющих современными технологиями конструирования и производства, но и владеющих компетенциями организации и оптимизации производственного процесса, компетенциями в области экономики, маркетинга и предпринимательства. К третьему типу относят инженеров будущего, а также инженеров-исследователи, изобретатели новых технологий, генераторов инноваций. Сегодня такие инженеры становятся потенциальными сотрудниками различного уровня НИИ, конструкторского бюро или РД, отделов современных престижных предприятий. К их компетенциям в первую очередь относят знания и умения в области фундаментальных наук, опыт междисциплинарной работы, умение выходить за рамки существующих технологических и физических ограничений и регламентов. Очевидно, что такие инженеры не могут готовиться в вузах, не имеющих качественных институтов по фундаментальным наукам. В этом смысле федеральный наш университет имеет неоспоримые преимущества, располагая такими институтами и их научно-образовательным процессом. Должен подчеркнуть, что только после материального оснащения наших базовых институтов – физики, химии, математики, биологии – мы смогли вплотную приступить к разработке нового инженерного образования. Вот распределение упомянутых типов инженеров и их востребованности. Обратите, пожалуйста, на этот слайд внимания. Как мы видим, в силу специфики спрос на инженеров и исследователей в настоящее время почти отсутствует. Это маленький сегмент, показанный на слайде. Несмотря на важность опережающей подготовки таких инженеров для успешного продвижения нашей страны на мировом рынке, наши оппоненты, конечно, могут возразить, мол, такая потребность все-таки есть. Но правда жизни такова, что квалифицированные выпускники неизбежно столкнутся с условиями, заметно ниже их ожиданий. Прежде всего, это зачастую полный отсутствие социального пакета и низкий уровень заработной платы в самом начале, а отсюда потеря мотивации и возможный отток талантов за рубеж. Из упомянутых выше можно легко увидеть противоречие. В целом, по стране вузы с техническими и инженерными специальностями позиционируют себя как готовящие элитных инженеров всех типов, причем непременно и второго, и третьего, и первого сорта. Реальность такова, что их образовательный процесс позволяет готовить на сегодняшний день только инженеров первого и второго типа. Вместе с этим важно заметить, что предприятия в целом не мотивированы менять ситуацию. Подготовка инженеров первого типа их устраивает в силу себестоимости, поскольку инженеры третьего типа им, как было сказано, почти не нужны. Их немногочисленный набор ведется из талантливых выпускников естественно-научных институтов, обладающих инженерными компетенциями и имеющих высокие жизненные ожидания. Единственное исключение подготовки инженеров для современных предприятий, когда индустрия реально участвует в образовательном процессе, данная ситуация характерна в основном для IT и оборонной промышленности. И то говоря об оборонной промышленности, все это начало происходить последние 2-3 года только. Однако вызывает сомнение, что мы и дальше сможем готовить инженеров второго типа на необходимом уровне. Любопытно при этом вспомнить, что еще несколько десятилетий назад в инженерных вузах были инженерно-экономические факультеты. Мы все время говорили, у нас экономистов много, но вот что сейчас получается. Свой факультет экономики в свое время, как вы знаете, но я говорю факультет, поскольку факультеты могут быть сохранены, но бюджетные места, контрольные цифры по бюджету, они уже в этом году не получат. Был и у нынешнего аграрного университета, где закладывалось понимание отраслевой экономики. К сожалению, сейчас данный опыт мало используется, более того, он забывается. Я думаю, наступит время, когда отраслевая экономика заново вернется в лоно либо университетов, либо отраслевых вузов. Обратимся еще к одной особенности современной инженерной подготовки. Из-за расширения свойств и характеристик инженерного объекта при подготовке инженеров начали предъявляться требования не только к знанию фундаментальных и практических дисциплин, но и обладания широким набором компетенций и смежных областей, изначально не связанных напрямую с инженерией. Сюда относятся, например, soft skills, это мягкие навыки. Туда относятся коммуникации, умение делать презентацию, бизнесы, таки и другие. Также в этом перечень входит умение оценивать экономическую составляющую, понимание процесса продаж, управленческие и организационные навыки, осознание последствий инженерной деятельности и многие другие. Я когда говорю о последствиях, это, в принципе, и связаны с экологическими катастрофами. В этой связи очевидна следующая группа проблем. Во-первых, невозможно по существующим стандартам за 4 года бакалуриата и 2 года магистратуры качественно поставить все компетенции, требуемые рынком. Кстати, заранее отмечу, здесь еще одно наше колоссальное преимущество нашего университета, то, что ему дано право, как и другим 10 федеральным университетам, возможность создавать собственные образовательные стандарты, что мы и начали сейчас реализовывать. Во-вторых, классические образовательные технологии в инженерном образовании, так сказать, заточены были на передачу так называемых зум, это знания, умения, навыки, а не на формировании компетенций, под которыми мы понимаем способность действовать в реальных изменяющихся условиях, применяя свои знания, конечно, и умения. Эти проблемы тоже требуют своего решения. Казанский федеральный университет предлагает свое видение решения указанных проблем, которые уже начали реализовываться. С нашей точки зрения область инженерии в широком смысле фактически является средой, где наряду с классическими инженерами работают физики, химики, айтишники, экономисты, дизайнеры и другие специалисты смежных областей. Современное инженерное образование должно быть реализовано в проектной среде, обеспечивающей транс-междисциплинарное взаимодействие. В такой среде обучаются не только инженеры, но и специалисты смежных областей, получая свой уникальный опыт выполнения инженерных проектов. Обучение обязательно производится в командах. При этом в проектах есть выделенная роль менеджера проекта, который позволяет инженеру прокачивать компетенцию организации и управления инженерной деятельностью. Реализацию данного решения мы видим через три организационных шага. Первый – это переход к раздисциплинарному подходу в инженерном образовании по принципу целостной инженерии. Второе – тотальное внедрение командной работы с продуманными ролями, дающие студентам возможность определиться, в какой позиции он наилучшим образом может проявить себя. Третье – основной образовательной единицей становятся инженерные задачи, при решении которой студент получает реальные компетенции, тем самым решая проблему подготовленности студента к работе в реальной индустрии. Остановимся чуть подробнее на каждом. Под трансдисциплинарным подходом мы также понимаем системно ориентированные образования, предлагающие подготовку команд с глубоким погружением в область, которой они занимаются. К примеру, ну вот крайне приведу пример. К примеру, юрист в области инженерии не может просто быть обычным юристом, как мы готовили на юрфаке со стороны. Он должен хотя бы на некоторое время погрузиться в специфику области, чтобы лучше ее понять, что даст ему уникальный опыт, который повышает его профессиональную ценность и делает его привлекательным для индустрии. Трансдисциплинарный подход в настоящее время уже реализуется. В нашем университете стратегическая академическая единица, которой мы назвали трансляционный СМП медицины, когда все разработки сразу же транслируются на клинику. Инженерное образование – это следующий этап трансляции данного подхода. То есть мы прежде всего отработали, Руслав Нургалевич, на медицинской тематике, на образовательной тематике, я имею в виду по подготовке учителей, а сейчас все это переносим, этот опыт на инженерное образование. В мировой практике трансдисциплинарный подход в инженерном образовании имеет свою реализацию в принципе целостной инженерии. Целостная инженерия – это принцип широкого инженерного образования, предполагающий понимание всех его компонентов. В данном подходе особая важность приобретают курсы, выполняющие функции глубокого погружения в инженерию. Студенты инженерных, также смежных специальностей могут слушать такие курсы, например, как инженерия для всех, фундаментальный принцип инженерии, теория инженерных сетей, инженерная механика и другие. Целями данного подхода является выработка базовой технической грамотности, получение опыта проектного обучения и проектной работы, актуализации математики, физики, химии как практически полезных дисциплин, а также актуализации интереса к инженерии. Собственно, в момент этих двух шагах мы видим решение проблемы обширного набора компетенций для инженера. Все участники нового образовательного процесса получают видение инженерной деятельности и базовой компетенции через общие инженерные курсы, приведенные на этом слайде. Теперь огромный набор требований ложится уже не на одного инженера, а на команду, где происходит распределение ролей с получением соответствующих компетенций каждым специалистам, причем роли могут меняться, кто-то в начале бывает, главные задачи меняются, и люди должны меняться. Следующий шаг – это переход к основной единице образовательного процесса и инженерной задачи лишь через решения, которые можно получить актуальные инженерные компетенции. У данного подхода есть неоспоримые преимущества в том, что по окончанию университета у студентов будет не просто перечень предметов в дипломе, которые они изучали, по которым сдали экзамены, зачеты, но и портфолио выполненных проектов, которые можно представить будущему работодателю. Причем это не единственная задача, которую в обычном случае решали, когда выполняли курсовые либо дипломные работы. Прорабатывается несколько вариантов решения вопроса постановки актуальных инженерных задач, среди которых, прежде всего, это механизм руководителей образовательных программ. Мы предлагаем параллельно с кафедральным принципом подготовки специалистов использовать и другие механизмы. Новые образовательные программы носят принципиально междисциплинарный характер, то есть руководитель образовательной программы, он может задействовать любое подразделение университета. На роль руководителя таких программ, своеобразных проектных менеджеров, мы приглашаем молодых талантливых ученых и преподавателей, а также опытных людей и следователей с индустрией. Второе – это обмен опытом с другими вузами. Вы вот сегодня показывали как раз то, как мы работаем с Францией. Более тесные взаимодействия с предприятиями. Четвертое – это повышение квалификации самих сотрудников университета на передовых предприятиях. То есть мы сейчас отправляем по линии академической мобильности не только в УЗР, но и на конкретные предприятия, где они, работая в конструкторских бюрох, либо в научно-исследовательских организациях этих предприятий, поднимают свою квалификацию. Имея классификацию задач и способ управления неопределенностью, мы можем эффективно готовить как классических инженеров, так и инженеров-менеджеров и инженеров-исследователей. Разумеется, современное образование предполагает большую степень кооперации как между институтами университета, реализующими междисциплинарные проекты, так и между университетом, другими ВУЗами и промышленными партнерами. Но, конечно, это все делается на взаимовыгодных условиях. В качестве примера успешного межвузовского взаимодействия можно привести программу двойных дипломов с институтом ИСМАНС города Лиман, Франция по направлению компьютерный дизайн новых материалов. Уже 12 наших студентов получили одновременно с дипломом Казанского федерального университета, также и диплом инженера Франции. Будет уделяться внимание широкому использованию виртуальных и симуляционных технологий. Простой пример. В условиях учебного процесса нельзя, конечно, управлять настоящим производством, но можно управлять виртуальным производством. В университете данный подход уже реализован. Например, в Институте фундаментальной медицины создана, как вы знаете, виртуальная клиника, когда можно пройти все этапы работы в клинике. А в настоящее время совместно с одной из ведущих мировых компаний в области эффективной организации производства McKinsey мы обсуждаем дизайн проектов по созданию на площадке университета образцовых учебных фабрик. На сегодняшнем заседании, кстати, присутствует один из экспертов этой компании, Александр Каменский. Я думаю, мы после нашей встречи проведем еще обсуждение. Предлагаемая нашими партнерами модель обучения основана на взаимодействии университета с отраслевыми компаниями, носит прикладной характер и в последние годы стремительно развивается в мире. К сожалению, в нашей стране аналогичная фабрика создана только в одном месте. Это на базе Уральского федерального университета профинансировало, значит, металлургический комбинат профинансировал. В мире очень хорошая аналогичная фабрика имеется в Сингапуре, Германии, Франции, других странах. Основными областями для нас могут стать нефтедобыча, нефтехимия и машиностроение. Прошу вас, Рустам Мургалевич, и всех наших уважаемых попечителей поддержать этот стратегически важный для, думаю, не только нашего университета, но и в целом для республики и самих компаний. Проекты без компании внедрение только на базе университета теряет весь смысл. Там должны, в общем-то, проходить в том числе и переподготовку представителей самих компаний. Вот это наша схема подготовки инженеров различных типов, когда центральный ее элемент – это все-таки среда для выполнения инженерных проектов в командах. Как было сказано раньше, основной упор будет уделяться проектной работе в команде, направленной на решение инженерных задач. Варьируя инженерные задачи и роли в них, мы можем готовить различных инженеров с собственным уникальным набором компетенций. И когда они идут на работу, работодатель Ростанов Рогалевич их может выбирать, то есть он может посмотреть, как человек вел себя в тех или иных ролевых ситуациях, и не назначать их там на самые низшие ступени, а уже определять конкретные места работы. Мы аналогичную вещь проводили тогда с Германом Оскаровичем Грефом, когда делали корпоративный банковский университет на нашей площадке, когда люди уже определялись, где они дальше будут работать, еще обучаясь в стенах нашего университета. Что делаем? Во-первых, площадкой является наш инженерный институт, где мы с вами находимся, который кроме собственных образовательных программ координирует всю инженерную деятельность в других институтах университета. В этот процесс вовлечены, и об этом я хочу сказать отдельно, и гуманитарные институты университета. Например, институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, занимающийся вопросами мышления, институт филологии, в котором развиваются исследования когнитивных технологий, или, к примеру, институт психологии и образования, изучающий перспективы внедрения роботов в образовательный процесс. Да и в медицине, когда мы внедряем роботы, надо, чтобы они были человекеподобные, либо привлекательные, но, по крайней мере, чтобы не было отторжения людей, как они его увидят. Вот эта вещь, она изучается в специальных группах, которые изучают психологию человека. С другой стороны, наш университет имеет все необходимые сегодня ресурсы. Это уникальные лаборатории, научные центры, а также площадки трансферотехнологий. Например, у геологического института есть опытный полигон для тестирования технологий добычи нефти, а у химического института катализаторная фабрика, которую мы с компанией ТАИФ создали на базе Нижнекамска, у института фундаментальной медицины и биологии – это опытные производства лекарств и собственная клиника. Но такие уникальные команды инженеров, способные решать инновационные проблемы, очень легко потерять, если перестать их финансировать. Собрать их заново – это практически невозможно или очень сложная задача. Мы один раз уже инженеров как бы вытеснули из конструкторских бюро, из НИИ, из университетов. Вот сегодня пытаемся их каким-то образом собрать по всему миру. Такая проблема, например, у нас складывается в химическом институте. Группа, которая в течение шести лет была поддержана грантом правительства Российской Федерации, создала несколько катализаторов, вы их видели. И вот на базе Нижнекамского нефтехима открытое производство. Я думаю, авторский надзор там также останется за нами. Ну вот, а теперь вот получилось, что по регламенту правительства три раза на одну и ту же не дают на одну и ту же тему. И в принципе мы попросили поддержать эту группу путем заключения соответствующих хозяйствующих договоров. Сейчас в перерыве, постаново, мы с Альбертом Кашаповым переговорили, было ваше поручение. Я думаю, мы с мертвой точки столкнем. И хотели бы также, чтобы мы доложились о нефтехимхолдинге по этим проектам. Если поддержите, мы готовы. В заключении хотелось бы сказать о наших предложениях к сотрудничеству и взаимодействию. Прежде всего, это возможность промышленных заказов нам в этом часе центра прототипирования инженерного института. Вы видели, что вот то, что стоит здесь по 3D принтерам, такого практически нигде нет. Но в Казани точно нет. Мы, прежде чем что-то закупить, изучали этот рынок, чтобы не повторяться. Следующим, на наш взгляд, конечно, одним из эффективных решений повышения инженерного образования могло бы быть передача пакета акций, созданных при участии Республики профильных инжиниринговых центров, счет софинансирования со стороны Татарстана, программы повышения конкурентоспособности университета. Независимо от того, где акции, они с Казани все равно никуда не идут, только получат дополнительный в нашем лице ресурс. И вот клиники, которые мы обходили, это яркий пример. Это позволит, я думаю, во-первых, реально выполнить высокий KPI Минпромторга России. Во-вторых, органично интегрировать инжиниринговые центры в образовательный процесс. И, в-третьих, существенно сэкономить финансы за счет концентрации республиканских и федеральных ресурсов по важнейшим направлениям. Уважаемый Растан Оргалевич, как бы там движение началось, просто я бы просил, если есть такая возможность, вот этот акт не затягивать, может быть, убыстрить, если есть такое решение. Мы ведь уже многое создаем и, к сожалению, создаем иногда параллельно, даже конкурируя внутри одной республики. Вот центр робототехники и мы создаем, и создается еще один центр робототехники. И, в конце концов, мы будем претендовать на одних и тех же заказчиков, на одни и те же ресурсы. Я думаю, нам лучше было конкурировать за пределами республики и получать там достойные места. Помимо этого, хочется отметить потенциал инженерного института нашего университета, как площадки выполнения инженерных задач для накопления базы данных по готовым инженерным кейсам и решениям, которыми можно будет пользоваться в будущем. У нас, уважаемые коллеги, есть просьба, особенно тем, кто представляет реальную индустрию сегодня. Эти задачи, которые стоят перед вашими коллективами, передайте. Мы за это пока денег не просим. Мы на этих задачах будем обкатывать наши проектные группы студентов. Ну а когда уж что-то получится, тогда будем предлагать как готовый продукт. То есть для нас это как стартапы, если сравнить с бизнесом, Руслан Малерьевич. Большое спасибо. В общем-то, все, что хотел, я Руслан Малерьевич сказал. Может быть, получилось так вот, как бы академическое рассуждение на тему инженерного образования. Получилось как получилось. Но я думаю, мы ощупью идем здесь. Нам надо еще самим осознать, что в такой форме создать инженерные направления, для нашей страны это надо еще и понимать, и куда, как двигаться. В общем, правильно надо выбрать движение. Но то, что мы видели, мне кажется, оно выбрано как бы и соответствует вызовам времени. Какие центры вас интересуют? В основном, у нас три центра интересуют. Прежде всего, это центр медицинской науки, все, что занимается симуляторами. Значит, это нефтехимические подразделения. То, что курируется сегодня от индустрии, это производство кабельной продукции. И второе, это биоинженерный центр. Со всеми руководителями мы встречались. Значит, с министром... Какой центр последний? Это вот в Химграде находится центр по биоинженерии. Вот смотрите, медицинский он находится на вашей территории. Но я не знаю, какие условия там соглашения, можем ли мы передать или можем ли отдать в управление акцией. Вопросов нет. Наша задача, чтобы они работали. Мы же не ставим какую-то... Мы не ставили задачу извлечения прибыли или продать, вернуть деньги. Поэтому по медицинскому, я думаю, мы близки. Если нет юридических каких-либо ограничений, посмотреть надо. Что касается вот этих двоих, био и химические, там есть инвесторы, которые пошли и которые тоже желают выкупить со временем эти пакеты. Поэтому у нас давайте надо встретиться с нашими партнерами, кто там работает. Я считаю, что если университет будет там партнером, ничего плохого не будет. С нашей стороны понимание есть. Вот эти два инженерных центра, то есть по всем трём проработать надо. С учётом интересов уже вот партнёра, который с противоположной стороны, представитель бизнеса. В течение месяца вы подготовьте предложение, возможно, невозможно или в какой форме. Я думаю, даже если они хотят, ну или отдать какой-то пакет там, не меньше блокирующего, чтобы вы могли там работать. 25 плюс 1. Я думаю, это как бы протокольное поручение такое распишем. Альберт Кашапович, на самом деле катализаторная тема, она очень важная. Развивать надо нашу науку, то есть надо давать реальные технические задания, что они должны делать, чтобы они вместе с вашими специалистами работали в этом направлении. И самое главное, вся наша вида в том, что мы хотим удовлетворить какое-то одно предприятие. Вообще надо выходить на рынок, занимать рынок российский, а возможно и раскрывать экспортный потенциал. То есть надо немножко мыслить глобально и рассматривать наши проекты. Ну и правильно сказали, предприятия, которые сегодня нуждаются в каких-то новых инженерных решениях, с учетом новых технологий. Представьте, изделия, которые мы теоретически и практически не можем изготовить ни на одном оборудовании. Вот эти порошковые аддиктивные технологии позволяют сегодня эти вопросы решить. То есть это, ну и возможности робототехники. То есть вы должны дать задание университету, наработать какие-то решения по тем или иным направлениям. Это тоже серьезная работа. Ну и еще какой вопрос у вас был? Все в основном вот это, Александр Ильич, инженерные центры, вот задачи и в принципе сами заказы. Ну я думаю, сегодня коллеги видели, мы, то есть это должно же взаимно выгодно быть. Я думаю, мы сейчас этот, персонально начнем работать. Ну и еще одна тема. Минздрав вот здесь. Мы посмотрели поликлинику. Значит, ее, конечно, вот вместе с, вот вместе сидите, министроем, посмотреть, если бы ее привести внутрь там порядок, оборудование университет купить. Я думаю, для этой части города, где 42 тысячи наших казанцев получают, как бы, медицинские услуги, было бы неплохо. Ну, хотя бы посмотреть надо цену вопроса. Может, какую-то часть мы там изыщем, поможем. Все равно это дело, как бы, общее, 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 медицинское в интересах столицы, ну и в интересах подготовки кадров. В этой поликлинике уже практически будут идти занятия, и рядом с врачом будет находиться студент, который в последующем будет лечить нас, каждый из вас уже не совсем молодой, в больницу пощаще обращаетесь. Поэтому, если что-то делаете, исходя из того, что все это может пригодиться каждому из вас. Поэтому эту тему тоже надо бы проработать. Вот протокольное поручение мы даем. Еще одна тема, которая нас сильно волнует, это битум. Я и Альберт Кашапчеву это говорил, и Аганову это говорил. Значит, каждый раз, сколько я работаю, какой-то сказочный битум появляется, и при первом дожде он смывается. Мы с Альбертом только два раза открывали битумный завод. Значит, в нефтянике Шарат Вахрас сначала рассказывал про какой-то уникальный, потом вот сейчас Наиль занимается. Значит, мне сказки уже... Сколько лет министром ты работаешь? Вот шесть лет. Шесть лет ты меня кормишь сказками, у тебя битум хуже и хуже. Потому что нагрузка на дорогу сильнее, значит, состояние дорог хуже и хуже. Займитесь, займитесь. Без науки вы ничего этого не сделаете. Ты как раз выпускник другого факультета, конечно. Было бы неплохо, если бы вас подучили на инженерных науках. Ваши юридические способности здесь, они нужны, конечно, в некоторых моментах. Вот здесь инженерная наука, материалы там, свойства, какие-то еще процессы. Вот вместе с коллегами надо... Каждый день этим надо, чтобы кто-то занимался. Никто нам ничего не принесет. Нам нужен битум качественный. Нам нужен щебень, значит, который мы должны упрощнять, чтобы прочный щебень был. Мы весь щебень не можем привезти со стороны дорогой. И нам нужен битум для дорожников. Такую задачу вот в строительной академии надо поставить и университету федеральному создать битум, который отвечает требованиям. Вы там вот такую пробирку показываете с каким-то сказочным битумом, и на этом все кончается. Не только вина ученых, потому что эту работу надо опытно-промышленную сделать. Потом еще какие-то испытания. Это общая наша работа. Я не только в адрес наших ученых говорю. Чудес не бывает. Надо это... Исходя из того сырья нефтяного, который у нас есть, надо сделать битум. Многие вещи и очень это. Потом посмотрите, вот целая наука, археология, то, что вот мы пошли, сейчас вот раскрываем, разрабатываем свяжь булгар, это появилась целая наука. Эту науку надо как бы... Я не думаю, что в стране так далеко ушли. Как мы нет. Да. И это тоже очень важно. Оно сегодня востребовано. Эти возможности надо тоже использовать. Ну и университет, он должен быть в первой пятерке, минимум, в стране. В стране мы четвертые. Ну, знаешь, каждый из вас четвертый. Международный рейтинг. Ну, международный рейтинг, ладно, бля, взяли. Реально, чтобы это был университет, куда невозможно, вот от количества к качеству переходите. Я не думаю, что 44 тысяч человек можно с хорошим качеством, это пирожки, только Макдональдс можно сделать. Ну, средний вот такой университет. У вас должны быть уникальные специальности, тем более сейчас новые вызовы. Многие специальности в ближайшие 10 лет исчезнут, и появится огромное количество направлений, которые... А это очень быстро, а у нас вообще мы к этому не готовы. Вот эти направления, они очень важны. Очень много делается. Очень много делается. И делается... Вот дошли клиника. Ну, мы же были в европейских клиниках, она вот ничем не уступает даже. Значит, соответствует всем мировым стандартам. Вот надо, чтобы порядок там был, культура обслуживания была, достойные там люди работали. Уже вот самое главное сделано, дальше уже человеческий фактор. Сможем ли мы выдержать в эти регламенты тот стандарт, который необходим, чтобы быть конкурентным мирового уровня? Я думаю, можем, просто задачу такую надо ставить. Так, коллеги, у кого есть предложения, пожелания, вопроса, пожалуйста. Нефтяная наука очень важна. Нефтяная наука, значит, геофизики, геологи. Вот эти направления для нашей республики очень важны. Ну, для нас все очень важны, но вот есть вещи, которые еще важны. Сейчас вот работаем, чтобы был у вас нефтяной институт, Альметьевский институт был в составе, и сделать там с помощью нефтяников мощный такой центр нефтяной науки. Ну, я думаю, что многие уже наши предприятия осознают, что без серьезной образовательной и научной базы. А наука где может идти? Она может идти в вузах. Допустим, вот вы посмотрите, каждый американский университет, это крупнейшие исследовательские центры, крупнейшие. А у нас школа, институт, где, значит, идут как будто учиться дальше, в высшую школу. Они должны быть исследовательские центры. Вот то, что мы видим, лаборатории, чтобы они реально видели, как эти процессы происходят. Вот наша задача стоит в этом. Я не критикую тебя, я наоборот, на вашем примере. Спасибо. Надо подтягивать наши другие вузы до этого стандарта. Должен быть некий стандарт Казанский федеральный университет, и остальные должны стремиться быть такими же, как и вы. Поэтому большая работа предстоит. Я думаю, что за это время, сколько времени прошло после последнего подписчика совета? 21 декабря, в прошлом году, конец года был. Ну вот, больше квартала, значит, сделано очень много. И нам вот этот темп терять нельзя. Понятно, что у федералов денег меньше стало, но ничего, нефть 47 уже. Сегодня, Алла-Наверса, помолимся еще, вот Пасха, значит, евреи помолятся, потом на Пасху пойдем помолиться, потом наше придет, это, мусульманский. И все будет у нас хорошо. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok